Добрый день дорогие друзья, гости на моем канале. Я как всегда рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами будем не просто смотреть красивые фиалки, а будем еще обращать внимание на форму цветов. Потому что у фиалок цветы бывают разные. Бывают цветы звезды, анютки, осы, паучки, колокольчики. Также цветы бывают простые, полумахровые и махровые. Надеюсь после этого видео вы поймете, почему нельзя опознавать сорта фиалок по фото. Итак, начнем. Л.Е. Галатея. На данный момент это изюминка в моей коллекции. Посмотрите какие цветы. Какая форма у цветов интересная. Это анютки. Нижние лепесточки больше, чем верхние. Вот этот цветочек еще не раскрылся полностью. Вот уже раскрылись. Окрас у цветов очень красивый. Они такого сиренево-фиолетового цвета. Такие прям блестящие все. Цветящиеся. И всю эту красоту дополняет зеленая рюша. Пестролистная розетка. Ровная, аккуратная. Сама растет сразу вот такой вот аккуратненькой. Не надо никаких усилий прилагать. Листочки все ровные. Сами вот так вот раскладываются. Сорт не быстрый, но и не очень долгий. Новинка в моей коллекции ник Королевский лотос. Здесь тоже цветы анютки. Смотрите какие интересные цветочки. Верхние лепестки как будто ушки. По краям лепестков зеленая кайма. Цветы двухтонные. Белые и с таким сиренево-синим напылением. Это махровые цветочки. Они не крупные. Сантиметра три. Розетка вот такая вот пестролистная. Блестящие листики у розеточки. Фиалочка тоже с первым цветением. И цветоносов, как вы видите, немало. Плюс этого сорта также в том, что цветы долго не портятся. То есть, вот там вот еще есть цветоносы, которые еще будут подрастать. Цветы будут распускаться. А вот эти цветочки, они за это время не завянут. И тоже будет такой хорошенький букетик. Очень интересный сортик. Такой прям нежный. Цветы анютки. Но они действительно похожи на лотосы. И еще один сорт с цветами анютками. Рамблин свитхард. Это трейлерная фиалочка. Здесь анютки простые. Смотрите, какая интересная форма тоже у этих цветочков. Вот когда цветы только раскрываются с бутона, они вот такой приплюснутой формы. И даже когда цветочек взрослеет, то все равно вот эту приплюснутость сохраняет. Вот, да? Очень интересные цветы. Такие необычные. Так что, анютки тоже бывают разные. Нес Оранж Пикоя. У этого сорта цветы полумахровые анютки. Такого насыщенного кораллового цвета. Розетка пестролистная. Листочки темно-зеленые. На фоне таких вот темно-зеленых листиков, вот эти цветы, такого цвета, да, яркого, смотрятся очень красиво. Нес Оранж Пикоя. Это старенький сорт, но он до сих пор пользуется популярностью. И все потому, что сорт неприхотлив. Всегда цветет. И всегда цветет вот таким вот пышным букетиком. Вот такая красота. Также я хочу вам показать ЕК Рыжий Кот. Казалось бы, цветы такие же по окрасу, да, они тоже коралловые. Но форма у этих цветов совершенно другая. Здесь цветы звезды. Крупная звезда. Розетка у Рыжего Кота тоже пестролистная. Но пестролистность немножко другая. Кремовая пестролистность у этого сорта. Темный лист. Розетка ровная, аккуратная. Цветоносы всегда вот так вот не спадают вниз. Но в какой-то степени это нисколечко не портит этот сортик. Здесь, кстати, цветы звезды. Они простые и полумахровые. Смотрим, да. Первые цветочки могут распускаться простые. А затем дальше уже цветы будут вот такие вот. И крупнеют цветочки со временем. Сорт очень красивый. Для кого-то длинные цветоносы это недостаток считается, да. Но лично для меня нет. На данный момент у меня с длинными цветоносами F-кузнечик и DS-сияющий колокольчик. Они очень красиво, эти фиалочки смотрятся на стеллаже. Я снимала видео такое коротенькое. Показывала вам F-кузнечик. Можете посмотреть в разделе шортс. Также я хочу вам показать сорта фиалок с цветами-осами. Вот такая красота необычная. Это DS Marshmallow. Цветы осы. Только начинают распускаться. А это DS Сады любви. Здесь тоже цветы осы. Сортов с цветами-осами, ну, конечно же, меньше, чем, допустим, с цветочками-анютками и звездами. Но, тем не менее, они есть. Как я заметила, цветы осы чаще всего встречаются селекцией Dimitris. Ну, и зарубежная там селекция тоже есть. Вот такие вот цветочки. Это, кстати, махровые осы. А есть еще простые осы. Цветы. Но на данный момент с простых ос у меня ничего не цветет. Если вам интересно, вы можете посмотреть в интернете. Паучки тоже есть такие сорта с цветами-паучками. Цветы паучки, они тоже чем-то похожи вот на осы, только на простые. Не махровые, полумахровые, а простые. У меня еще есть DS Волшебный бутон. Там тоже цветы махровые осы у сорта. И мне очень нравится. Необычная такая форма цветов. Вот DS Marshmallow. ТВ Жемчужина Нила. У этого сорта цветы вот такие вот качанчики. Они практически никогда не открываются полностью. Смотрите, какой интересный окрас у лепестков. Здесь присутствует и зеленца, и какая-то вот бордовость, бронзовый даже цвет. Очень интересные цветы. Этот сорт цветет вечно. Вот если зацвела ТВ Жемчужина Нила, то поверьте, это надолго. До тех пор, пока розеточку не придет время переукоренять. Я даже ставила цветочки в вазочку с водичкой. И в течение почти трех месяцев цветы стояли вот свежими. То есть они не портились. Завяли они уже тогда, когда я забыла просто в вазочку подлить воду. А это было, кстати, летом. Было очень-очень еще и жарко. Вот такой вот интересный сорт. Сорта с цветами качанчиками, они тоже бывают разные. Вот ТВ Жемчужина Нила. Здесь качанчики, как я сказала, не раскрываются. А есть сорта, у которых тоже цветочки. Вот такие качанчики. Но они со временем раскрываются. Вот. И получается, напоминают шишки хмеля. Это, кстати, у меня сорт ЛЕ. Хрустальный водопад Голд. Это тоже трейлер. Вот он пока еще в стадии роста. Ну, я один цветочек оставила. Думаю, пусть немножко подцветет, порадует меня. Сорта фиалок с цветами колокольчиками. В моей коллекции пока только два таких сорта. Ле Лейла. Вот такие вот розовые колокольчики. По лепесткам салатовая кайма. Здесь колокольчики тоже никогда не открываются полностью. У этого сорта пестролистная розетка и лонг листва. Очень такой интересный сортик. Для меня пока этот сортик сложноват. Вот. Мне еще пока что не удалось вырастить такую розеточку, чтобы не стыдно было показать. Вот. Я вам показываю просто, чтобы вы посмотрели цветочки колокольчики. А так, по большому счету, я еще не хвастаюсь этим сортом. А лонг трейл. О том, что этот сорт очень любит цвести и то, что он совсем не капризный, я вам уже рассказывала не один раз. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на форму цветов. Посмотрите, какие цветочки. Они очень махровые и похожи на георгинчики. Кто-то такие цветы называет хризантемами. Есть сорта с похожими цветочками по форме, да? Но махровость разная. Вот. Сорта именно с такой формой цветов, они чаще всего крупными не бывают. И в основном это все-таки трейлеры. Так что, дорогие мои, даже если вы видите на фото, казалось бы, похожие сорта, присмотритесь повнимательнее. И вы найдете обязательно отличия. А если сами не найдете, то читайте на форумах. Обращайте внимание на описание. Надеюсь, вам было со мной интересно. И вы почерпнули для себя что-то полезное и новое. На этом хочу пожелать вам всем всего доброго, мира, добра и благополучия. До свидания.